всем привет и ты попал на канал вилка а это значит нужно ли тебе чай взять печеньки готовится к лучшему время при прождению за день он должен чтобы оба звездные гонки это 6 серия уже я короче немножко болею вот немножко более поэтому вас развлекать сегодня будет аня я болит гол мне тяжело разговаривать но я записываю серту что надо ее записать нужно идти по плану по графику установленному короче никаких отлагательств поэтому вот поэтому тут рик у нас заболел ой заболел да вот он тоже заболел я за у меня заразил походу мы короче вместе болеем его там какие-то триммеры у меня вот больную горло почти 1 триммер и машинки такие для бритья и именно не триггер триггеры триммер и все на все что на букву т я был единственным опытным пилотом который мог привести к победе команду земли мы удачно стартовали но в последний момент случилась беда я думал что мои раны быстро заживут как всегда однако этого не случилось теперь только молли может привести нашу команду к победе удачи мышонок тебе она пригодится то там поглядываешь не полноползунки завтра у продажа ломка думает джатик игроку держит нормально совместно с hell field maker бандай вижу фраз 3 представляю обан звездные гонки автор идеи сценарий продюсер сэвен гидман эйфей как радостный каждый раз радостный каждый раз радостный режиссеры томас ромейн сэвен гидман эйфель каждый раз интересно эйфель это фамилия того кто создал эйфель кстати возможно да знаешь почему это кстати реально может быть он его родственник потому что же французским мультик а да реально нифига прикольно французский в россии не ошибаюсь французский мультик вместе с вместе с диснеем вроде делать для что такое совместно с японскими уже не мыши аниме компаниями конечно такое вот поэтому возможно дома что тут самый эйфель у вас ромейн сэвен гидман эйфель он построил вот такую башню забавная игрушка парадайз парадайз игрушку что ли а дайс по любой то остров прайда типа знаешь она такая идет и там корабль такой моли сядь в меня более отремонтирую кресло и пододвинь его поближе чтоб тебе удобнее было нажимать на кнопку покатайся на мне покатайся или или короче он приходит а там дед этот наш веселый друг галюк ты старичок боровичок и там что-нибудь делает привет кто здесь это она ты пилотируешь прекрасный корабль моя дорогая мама у нее палочка видимо в маму на левой щеке а звезда не в маму зумам и луна была я увидел они говорят главный там темблер такой тихий когда вот эти эффекты звуковым часто вперед перекрикывать ничего а 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 Не, ну там точно сейчас не мам. Там папа. Я займу его место? Я надеюсь, ты понимаешь, что я никогда не доверил бы тебе пилотировать Айроу. Но ты показала нам своё мастерство. Однако ты не хочешь выполнять мои приказы? Но я могу объяснить! Так мы не выиграем большие гонки, юная леди. Отныне ты должна слушаться меня. Иначе это конец всему. И для тебя, и для нас. Какой-то флэшбэк в этот... Большие гонки с Нагиевым. Так никогда нам не выиграть большие гонки. Так я напоминаю, что все... Потому что мы не играем не за Китай. Потому что я считаю, что все... Опять-таки, вспоминай мои слова. Все должны быстро извиниться перед Молли, чтобы она начала участвовать в этих... Если никто не заняться, я ощущаю, что она должна вообще... Даже пальцы мне шевельны. Ну да. Особенно, особенно мне вот, знаете, въелся вот в сердечко. Этот дурачок это... Ты завидуешь, завидуешь этот... Ты завидуешь, там стоишь. Даже ни разу за рулем, наверное, в своей жизни не садился. Он опять приветлив? Он такой, как всегда. Он не ценит нашей победы. Я вот думаю, у нее такая интересная грудь нарисована. Как будто она, знаешь, она... Я не мог не акцентировать на это внимание. А как будто она с утра просыпается, такая, типа, блин, надо апельсин закинуть в один лифчик. Идеальная форма для апельсинки, да? Да, типа, в одну чашечку апельсин, в другую чашечку апельсин. Погнали. Кстати, вчера я был очень рад видеть Рика. Знаю, я обидел тебя. Ты злишься на меня? Да, я извиняюсь. Прости меня. Ладно, я пошутила. Она не пошутила. Я ее представительницу, что... Один извинился, еще, как минимум, двое должны извиниться. Что за приказа? Наверное, Рик уехал ночью, поэтому не предупредил нас. Джордан, ты знаешь, куда он уехал? Надеюсь, ты понимаешь, что Дон Вэй не хочет, чтобы мы видели с ним. Бедный Рик. Молли, не бойся. Я уверен, что Рик вернется. Рик есть Рик. Все равно мы ничего не можем сделать для него. Но не забудь, ведь он чемпион. Ау! Сегодня у вас счастливый день. Господин Джордан, вы были выбраны из всех участников соревнований на Алло-Оси, чтобы открыть Paradise City, наш новый видеопассаж. Это шутка? Вот ваш личный вип-пропуск. Правда? Видеопассаж это типа, где видеокассеты в аренду берут? Да, наверное. Наконец-то я что-то выиграл. Идем, Молли, надо немного развлечься. Я не уверена. Парадосити, мы пришли! Мяу! Что-то это как будто бы их как конкурентов уничтожают, если честно. Я тоже думаю, им вообще это подозрительно не кажется. А планета, в которой все покрыто зеленью, все разрушено, и тут такой чисто идеально отполированный робот, который явно не вписывается в концепцию этой планеты, он такой типа, а вам подарочек? А ты еще нигде не участвовал, нигде номер телефона себе не оставлял? Нет, ну не знаю, не знаю. Возможно, он еще на планете Земля в лото участвовал, вот эта российская. И за ним прилетели. Да, за ним сюда, как бы. Ну, это была межгалактическая лото. Они попали в ловушку, люди такие наивные, мяу! Мяу! А ты кролик вроде, нет? Это кошка. Какой кролик, Вилла? Какой хвост кошачий. А-а-а! Нет, это явно какая-то подозрительная шляпа, ребята. Подумайте немножко. Вставляй свою карточку, и игра начнется! Прямо сюда? Не надо сюда ничего вставлять, уходите. Что? О, как здорово! Знаешь, ты игру, как мне победить? Танцевать надо. А что это за штука? Слушай, давай проверим. Эй! Это ты вообще-то у нас победитель? Иди участвуй. Ты что-то ее-то толкаешь. А, они вместе идут. Это и есть новый пассаж. Чтобы не было, мне это не нравится. Постой! Она бегает! Как это, где в Матрице? Такие эти были экранчики. Или в этот было? Где еще? Отсылка-то была на тоже на... Очень страшное кино, которое было. Третья часть. Здесь там тоже, типа, экраны. В маяке там. Да-да-да. Привет, люди! Я Парадайз, а вы нет. А я, да! Да, мне кажется, попал! Да! Где она? Кодзи, что происходит? Отключился, я думаю. Нет, ну вот здесь, мне кажется, она нарушает правила. То есть она взламывает систему, как бы, других соперников. Можно пожаловаться, там, администрация аватары. Извините, пожалуйста, но можно все. Я считаю, что можно все во время гонки, а не за пределами гонки. Как это? Так это вот, гонка это одно. Может, все по жизни? Ауф. Что это? Летающая крепость. Ммм! Эй, да это же наша ЭРОУ-2! Ты сядешь в кресло пилота, а я сяду к орудием. Я не... Давай! Если ты настаиваешь... Какое зальсное? Тетрис? Да. А, вот эти вылежат, тоже такие, игры-то плоские за корабль. Там космические корабли, ты их отстреливаешь. Да-да-да. Все в полном порядке. Ну, тут 3D-шку мне больше. Да? Да, она здесь в разы лучше. В чем дело? Сложно, да? Я вижу, тебе не хочется играть. Джордан, осторожно, они наступают! Ничего, я счастливый, мне в этих делах всегда везет. Они сейчас не будут замечать, как временный стрел. Тут что-то не так. Получай, инопланетянка! Проблема не в том, понимаешь? Ааа, он по нему стреляет! Да, это на самом деле довольно-таки странный, Муфесса задуматься. То есть, она взяла их, как бы пригласила к себе, взломала тут. И теперь они, как бы, ну, управляют реально своим кораблем и обстреливают, но находясь в другом месте. Но с таким же успехом она могла просто захватить этот корабль и всех здесь расстрелять и сломать еще и корабль до кучи, да? Зачем ей не нужны? Я вообще вот этого не понимаю пока что. Это вирус и очень сильный. Отлично! Классная игра! Да, все прямо по-настоящему! Потом приходят обратно, короче, на свой склад. Все мертвы, корабль сломан, здание их тоже разрушено. Кайфово поиграть. Я понял! О, это и есть босс! Этот босс это... А этот босс это Дон В, если что. А тут слышно было? Нет, их не слышно было, но... У нас просто машина тут ездит с музыкой со всякой разной. Смотри, Дон В, босс. Что это? Сейчас взорвется! Да! Ха-ха-ха! А? Джордан, помоги, пожалуйста! Не могу стряхнуть их! Сделай что-нибудь! Попробуй сама их сотни! У меня руки они мели! Да, то есть, во-первых, как идея прикольная. То, что это какая-то отсылка на вот эти старые игры 90-х, 80-х, которые были и на, как они, на игровых автоматах, и в принципе, там, ну, типа, псевдо-тетрисах и в телефонах. Это прикольно. О, боже! Игра закончена! Скоро убедимся! Мы убитые! Да, хорошо, что не на самом деле! Ну, я бы, конечно, поспользовал. Кодзи, как наш аэроу. Похоже, нам повезло. В последний момент мне удалось отключить этого хакера. Пока у нас только один реактор. В последний момент. Ну, братан, мне кажется, ты вообще не успел. Ты, мне кажется, вообще не выключил. Потому что... А у них там гейм овер, они вот подбили себе... Да, часть корабля, то есть, все вышло, и ты такой, ничего не остановил, и просто, чтобы, как бы, немножко поипендриваться, то, да, это я остановил, как бы. Так бы, она вообще все сломалась. Наш дом горит! А? Как раз вовремя. Тут было интересно. Хм-хм. Остался двигатель. Молли, тебе не кажется, что... Конечно нет, Джордан, это просто совпадение. Ха! Мяу! Ваша команда такая слабая! У вас самый маленький счет! Вон там! Должна сказать, что ваша система безопасности такая жалкая! Парадайз! Хм-хм. Ай-хм-хм. Любой школьник мог бы справиться с закрытыми глазами. А я так и знала. На следующей неделе я буду чемпионкой! Ха-ха-ха! Если я найду эту кошку, я просто оторву ей голову! Как она сюда попала? Этот компьютер даже не подключен к сети. Эй! А вот и моя дрель. Я никак не мог найти ее. Что? У нас высококачественная аппаратура. Ну, конечно. Она что, здесь прям сидит? У них в комнате? Вам лучше сразу отказать! Она такая... Нет, она хитрая, капец! А что у нее за луковица в этом? Сзади. Не знаю. Рюкзак, наверное. Ну, просто забавно. Она такая, типа, хай! Я такая вообще хакер! Что такая взлама? Она такая крутая! Сидит у них в соседе за стеной просто за дверью. Типа, а какая это вообще сейчас будет? Они открывают дверь, она такая... Ой! Спалили. Как гонки, я никому не скажу. Так для меня будет проще. А? Да, конечно. Что еще? Все, больше ничего. Держи ее! Мяу! 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 Толпой не могли просто поймать эту хакершу. Ну, алло, ребята. Парадайс! Мяу! Все по местам. До начала гонок остался всего один час. Есть, сэр. Вам что-нибудь известно об этом? А? Нет. Ага. Я еще ничего не знаю. Игра в пассаж. По твоей неосторожности мы чуть не потеряли хорошего гончика. Вы не забыли свое обещание? Нет, сэр, я... Но, сэр, я... Это в последний раз. Если ты осознала свое... Слушай, учитывай... Извини, пожалуйста. Ладно, давай, ты скажи, потом я скажу. Я считаю, что Молли здесь не виноват. Это виноват Джордан. Во-первых, он повелся на какую-то разводку с Победой. Потом заставил ее играть. И как бы... Все, я был в большей степени по его вине. А я хочу сказать о том, что... Учитывая то, как нам показывали... Как его зовут? Джон Вэй или какой он? Дон Вэй. Дон Вэй, да. Дон Вэй. Короче, учитывая то, как его показывали нам, как строгого, супер какого-то дисциплинированного руководителя, который не допускает никаких промашек своим подчиненным. Все, что здесь происходит, должно было довести его до истерики просто какой-то. Потому что у них ничего не лазится. У них нет пилота хорошего, который опытный. У него там какие-то проблемы со здоровьем. Какие-то триггеры начались после аварии. У них раздолбали их корабль. И каждый раз, когда участвуют в гонках, они еле доползают до этого финиша просто на ручках. Так он и злился уже неоднократно вообще-то. Так я, у него вообще, сейчас у него просто какой-то взрыв должен быть от этого накопленного. Смотри, здесь другие совсем обстоятельства. То есть у него ограниченное количество людей не может избавиться от пилота, потому что пилота другого он не найдет. Так и со всеми здесь, в принципе. Мне кажется, он просто копит все. И бомбанет, и что будет от этого. Ну и пусть и копит. То есть все еще зависит от вот этого и маленький шайки, и от этого корабля, который есть. Они даже корабль поменять не могут, потому что у них ничего нет. Я ищу какую-то еще игрушку заделались, и потом раздолбали свой же корабль. Да, ну а что поделать? Что поделать? Ну мозги иметь, например. Им, да. Но он-то как руководитель. Что вот он накричит на них? Что вот от этого изменить? Он пытается... Да, нет, я не прошу его кричать. Я говорю, что нам его так показывали, что он должен был уже бомбануть на них. Ну да, возможно. Потому что сейчас он слишком мягкий. Возможно, он строгий, но не бомбящий, понимаешь? То есть он такой, типа, опа, но я ни на кого не кричу. Все по факту. А здесь как бы он не может на них кричать, потому что смысла нет. Корабль он не поменяет, персонал он не поменяет. Ну, накосячили. Ну ты понял, о чем я говорю. Да, да, я понял. Вот, но опять-таки, во-первых, виноват Джордан во всей ситуации, я считаю. Во-вторых, жду еще извинения от Дунвэя к Молли за прошлую серию. И от одного механика, второй вроде не косячил. Что ошибку, то готовься к гонкам. Извинение быстро. Ну ладно, ладно, Молли накосячила. Будем считать, что она накосячила, он накосячил как бы один-один. Все, будем считать, что как бы они друг передовым извинились. Осталось одно извинение от одного механика, который что сказал? Правильно, ты завидуешь. Я это запомнил. Я буду его гнобить до конца сезона. Зря я пошел в этот дурацкий пассаж. Спасибо, что выручила Молли. Я твой должник. Да ладно, мы же напарники. Сейчас еще на этом... Сейчас они еще, смотри, прилетят. Сейчас на полу сломанном корабле еще попытаются выиграть. Сегодня мы продолжаем четвертый раунд отборочных гонок между командой Земли. Просто, знаешь, типа грязью замазали, типа да ладно, и так с этим. Лечебный. Какой безобразный корабль. Сэр, красота здесь не главное, важно, что летает. И маленьким чудом из планеты Вета Парадайс. Вот что я понимаю, кораблик. Чудо говнюное, я бы сказал, полное. Ну что, я не за... Я вообще осуждаю... Я за нее. Я осуждаю всякие любые... Да, возможно, корабль неплох. Да, возможно, она кибергений, вот этот мегапрограммист. Еще и ловкая такая, и симпатичная. Но она вообще интересный враг. Да, но я осуждаю любое вообще... Соперник. Нет, я осуждаю любое не... Как это? Нелегальное использование различных манипуляций и хитростей. Вот осуждаю корабль. Вот она... Я считаю, это нечестно. То есть, во время гонки делать что хочешь. Хоть взламывай вообще все корабли в своей гонке. Но как бы вот гонки не было, какого ли ты вообще имела права приходить и такой вообще заниматься. То есть, это... Такой надо аватару жаловаться, чтобы дисквалифицировали. А аватар такой, посмотрите на мои вкусовые сосочки. Это во-первых. И успокойтесь. А во-вторых, если она так их как бы унижает, говорит, фу, вы такая низшая раса, любой бы школьник взломал, всем безопасно. То что ты так долезешь, то сюда? Ты уже и так... Ты не видишь, это домогоч. Её нужно покормить. То есть, ты... Если ты считаешь, что ты настолько крута, то показывай, насколько ты крута, не унижай. Можно не унижать. А не унижай как бы их, с учетом того, что они и так низшая раса по сравнению с тобой. Но то, что это домогоч, соглашусь. Ну, видишь, у неё лицо злое. Она, видимо... Потому что она не кушает. Потому что она в туалет хочет. Ну, видно. Видно, нужно сводить в туалет, иначе умрет питомец. Как бы без этого никак. Как... Ну, что, спаси? Ааа... Мяу! Надо быть очень смелым, чтобы летать на такой развалине. Но не жди от меня пощады, сорванец! Меня зовут Молли. Хватит играть в свои грязные игры, Парадайз. Это уже реальность. Вы никогда не узнаете, что это я помешала вам получить почетный приз. Почетный приз. В сегодняшней гонке включено особое условие. Гонки по арене. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Похоже, сегодня повеселимся от души. Так, что за арена? Быстро покажите мне. Хе-хе-хе. А вот, кстати, в прошлой серии в комментах писали, что здесь очень классно показаны, какие разнообразные корабли. Да. То есть здесь и разные расы прикольно показаны, такое большое многообразие. И разные корабли. Это все так прикольно. То есть... Неоднотипно. Да. То есть ты прям... Я не знаю. Вот ты как будто... Было бы скучно, если бы они были вот у Молли такой корабль и рядом другой окрас. Нет, но я к тому, что возможно, как будто разные какие-то художники каждый корабль рисовали. То есть чтобы не было похожести, схожести. То есть каждый искал свое какое-то, возможно, вдохновение. Свой разнообразный стиль. Просто референсы какие-нибудь разные. Что происходит? Теперь нам все видно. Молли, ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Косплей на Ахита решила поспать. Что это за место? Кажется, это наша арена. Жалко, что... Ну, я не знаю, насколько жалко, не жалко. Но вот по моим ощущениям жалко. У пчелки, как говорится. Жалко, что нам... То есть нам показывают матчи, как земляне с другими. Но земляне не смотрят за чужими матчами, как будто. То есть они не изучают своих противников. Они не смотрят, какие вот бывают препятствия, какие варианты гонок. Да, каждый раз для них сюрприз. Да, то есть они как будто бы вообще такие... Мы закрываемся в своем ангаре, нас, пожалуйста, не беспокоить. Типа, опа, гонка, мы выходим. Я не знаю. То есть они какие-то антисоциальные, что ли. Хотя, с другой стороны, если бы нам так показывали каждых противников и это, то мы бы тоже, ну... Потом бы не удивлялись новым персонажам, которые будут появляться время от времени. Как тебе управление корабля с помощью танца? Козырно? Давай, Джордан, давай! Даже смайлики, ракеты у нее. Ракеты отдалели! Не успеваю отбивать! Мы потеряли ее! Свет, смотри в оба! Опять арена? Джордан, это что-то очень знакомое? Молли, эти гонки не... Она не слышит вас, сэр. Связь давно оборвалась. А как я буду отдавать ей приказы? Только что смотрели галактический футбол. Там тоже связь оборвалась. И у этих тоже связь оборвалась. Вот вы где! Ку-ку! Парадайз! Ага! Вы не умеете играть в прятки! Мы опять вернулись к старту! Куда оделись мои мышата? Тут нет. Выходите, выходите! Все равно найду! Им надо, им надо, чтобы Джордан стрелял не только в ракеты, но еще и в ее корабль, чтобы он ее подбивал. Потому что, типа, ракеты отбивать смысла особо нет. Ну да, а уничтожить ее корабль есть смысл. Ну ты мать слепая, конечно. Мы попали в лабиринт. Что теперь? Если это лабиринт, значит должен быть выход. Придумала что-нибудь? Наверное, выход там же, где и вход. А-а-а! Где они? А у них нет самонаводящихся ракет? Нет, у них есть только Джордан. Вот, кстати, как там? Аня, мы спор-то был про то, что у кораблей... Вот у нее, кстати, самонаводящиеся ракеты. Да, да. То есть у нее прямо это, вот у нее имба. Ну они просто за углом сидят, могли бы стрелять в нее, они же знали, что она рядом тут. Да, да. Ну немножко надо было вылететь, наверное, и Джордан бы такой пи-пи-пи, и было бы все нормально. Ну, кстати, смотри, она такая, типа, вся из себя хитрая, умная, такая ха-ха-котейка, да? Но они поняли за мут, типа, арена не потому, что здесь надо, чтобы кто-то кого-то убил, а арена, типа, лабиринт, нужно найти выход. А она не поняла, она пытается их убить. Хотя могла бы уже тоже своим высокоуровневым интеллектом, превосходящим ей землян каких-то простых, могла бы уже догадаться и тоже начать искать выход. Вот вы где! Давай разворачивайся, пушечка! Ну же, ну, ну! О-о-о-о! Да что-то мило и ярко. Ты знаешь, это когда девчонка решила стать стримерш, и она вот это покупает розовая клавиатура, розовое кресло. Да-да-да, все, сиди такая вся мими-ми-ми. Да-да-да. Муали, ты должна сделать выбор и быстро! Я стараюсь! Но они... Так, пишите, хотите ли вы получить стрим от Ани в соло? Ага, нет, в соло точно нет. В соло с ушками-котейками вот этого. Нет. Мы тебе на фон розовый свет включим. К лесной братве мне нужны уши, Тимур. Все одинаковые! Поломка? Почему они задержались? Подождите немного, свяжемся через пять минут. Мяу! Ну, сдавайся, Молли, мне нужен почетный приз. Я очень-очень-очень хочу! О чем ты говоришь? Все, что ты сказала, нонсенс! Не прикидывайся дурочкой! Ты хорошо знаешь, что если завоевать почетный приз, он исполнит твои мечты! Неужели? У меня есть заветная мечта. У тебя есть мечта! Правда, Молли? Мама! Вот и стало для них открытие, что тот, кто за него выигрывает гонки, получает любое желание. Прикольно? Угу. Теперь я считаю, стимула в игре становится больше, чем просто спасение земли. Предупреждение! Игра окончена! Похоже, ты опять проиграла! Надо выиграть время, чтобы найти выход. Только старайся держаться поближе. Ладно, Джордан. Надо выбраться из озера. Мяу, мяу! Кто-то сбил кошку! Он попал. Мяу! Мяу! Дело серьезное! Мне ее камера, вот этот вот дисплей, напоминает. Знаете, был анонс относительно, когда, недавно, короче, был анонс этих VR-очков от Apple. И там тоже, там такой дисплей, и он отображает глаза пользователя. То есть, глаз на самом деле не видно, но этот дисплей, там как бы камера стоит, он как бы... Чтобы общаться с людьми. Не снимая шлем. То есть, общаться с людьми, не снимая шлем. В итоге, там в очках внутри стоят камеры, которые ловят глаза, и потом выводят на передний дисплей эти глаза. И как бы человек думает, что он общается с тобой. На самом деле, как бы там он общается через дисплей. Вот здесь что-то похожее, типа технология. Видимо, она там какие-то эмоции испытывает, даже смущение, да. Камеры ловят и отображают это на внешнем дисплее. Это прикольно. Но здесь это... Вот даже сейчас, сколько лет прошло уже мультику, ну, получается, больше 15 лет. Там это показывают так в общих чертах, как бы, ну, просто там, типа, общие черты лица, глаза, мимика, эмоции. А вы представьте, вот, да, до чего дошла технология, если эти глаза теперь прям реалистично отображают вот на эплевских очках. Это же капец. Левый реактор! Молли, катапультируйтесь, это приказ. Но она не слышит вас, сэр. Молли! Это вода! Пробита труба! Вот куда мы попали! Молли, что ты делаешь? Давай к воде! Я уверена, это здесь! Почетный приз мой! Мой, мой, мой! Ай, мой! Ай, мой, мой! А это какая-нибудь вашка? Победитель есть! Ну, пока она там в своей арене вот это вот кружит, там, думает, что она, типа, победительница, у неё будет приз, желание, всё такое, планета-земля, земля, они глупые, вот эти людишки непонятно, ничего не знающие, не умеющие уже, уже финишируют. Что хочу сказать, очень круто, что здесь поменяли, ну, то есть, не банально, гонки одни и те же, а дальше ещё интереснее, типа, вот эти вот спринты их там, ну, не спринты, а у них же круговые, да, арена пока. Ну да, просто, как бы, круг надо сделать. Ну вот, а тут, что здесь, что-то новенькое. Нам в прошлой серии, в прошлой серии, в прошлой серии ловушки показывали, здесь арена, дальше ещё интереснее будет, там очень прикольная трасса. Но, но команда земли, как всегда в своём реперторе, полуразваленный корабль, почти весь сейчас взорвётся, мне кажется, если его не потушить, переодолевает финиш. Это корабль как много, старый-старый. Неумираемый. Да! Они сделали это! Они просто молодцы! Теперь нам предстоит много работы. Ну, а как же иначе? Мы же механики. Извините, но вот этот Дон Жуан какой-то. Дон Жуан, если кто спросят у нас, директор Дон Жуан. Ну, та таща ловелас, хоть тут, конечно, всяких, всяких, короче, это, женских особей-пришельцев пикапит в бар. Он, это Дон Периньон, как он там. Дон Периньон, это я, с моим больным горлом. Короче. У него, извините, ну, каменная жопа как будто. У него, у него все время, видишь, у него, во-первых, вот так всегда сжаты кулаки. Он стоит всегда вот так. И он, знаешь, такой, типа, блин, жопа болит. Жопа болит, моя! Ну, он такой прям. Ему бы расслабиться где-нибудь. Нет, такие люди не расслаблюсь. Ты что, в реальной жизни таких людей не знаешь? Ну, это плохо. Таких людей полно. Потом они в 40 лет, из-за того, что не умеют расслабляться, в 40 лет ловят инсульт, короче, и все. Да, это камень тяжел. А прикинь, она такая, типа, папа-папа, я твою дочь, он такой. Да, так и будет. Он вот так вот стоит и вот так с левой руки. Даже не верится. Господин президент, я должен знать все о почетном призе. Вы послали нас выступать за планету Земля, и мы выступаем. Себе хочет приз забрать, ты посмотри. Мне кажется, президент себе хочет приз забрать. Он такой, типа, я вас отправил, я вас финансирую, спонсирую, пожалуйста, приз мой. Но я не могу рисковать своей командой, пока не получу ответа. Иногда неведение лучше, чем правда. Но если вы настаиваете, немедленно свяжитесь со службой безопасности. Вы слышали о почетном призе? Правда, что он исполняет все мечты и желания? Чтобы узнать это, надо выиграть большие гонки оба-на. Фига злой пришел, как будто его, я не знаю, только что, служба безопасности отругала. Нет, ну, понятно, зачем он такой злой пришел. Он такой, блин, жопа, еще сильнее болит. Да что ж такое-то? Как же тяжело стоять. Что здесь происходит? Он недооценивает даже собственную дочь. Тебя ждет большой сюрприз. Что все? Такая сия, не знаю, как так получилось. Я больной человек, сижу здесь с больным, был он, а серия вышла аж на целых 40 минут. Слушай, мне кажется, это хорошая серия. Вообще, груда. Она прям, она прям лучшая. Мне очень нравится эта кошечка. Она еще будет интересна? В сцине все, кто проигрывают гонки, и тех казнят сразу же на месте практически. Вылетает. Ну, мне так кажется, да. Ну, короче, очень неприкольный соперник. Возможно, опять-таки, будет какая-то сетка лузеров. Типа, знаешь, и потом из лузеров кого-нибудь еще дадут шанс реабилитироваться. То она прикольная. Да. Мне очень понравилось сия. Все? Да. Вроде все сказали, все, что хотели. Наверное, все, что хотели, описали. За больную жопу обязательно нужно лайк, обязательно нужна подписка. Обязательно нужно писать в комментариях, какие серии, какие реакции. Пишите в телеграмм, там общение, анонсы. Подписывайся на бустер, а не доступ к эксклюзиву. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.